Железнодорожники бросили вызов почтовикам, они взялись за доставку посылок. Любой желающий может принести прямо на вокзал передачку, оформить отправку, и бандероль или пакет будут доставлены в точку назначения. Правда, тоже на вокзал, а не по адресу, ровно через столько, сколько поезд находится в пути. Горожане радуются и одновременно недоумевают, где эта лежит на поверхности, почему раньше не сделали услугу официальной. Анжела Брик выяснила, что услуги этой действительно богатая история. Я беру вашу книгу, мне нужно ее взвесить, чтобы узнать, какой вес у вашего багажа. Работница вокзала осваивает новую для себя профессию – почтальона. Дежурная по залу теперь еще и принимает посылки, которые может отправить с поездом любой желающий. Сделать такую услугу официальной железнодорожникам посоветовали пассажиры. Мы делали анкентирование на вокзалах и спрашивали у клиентов, что они хотят видеть нового на наших вокзалах. И вот эта услуга – это, в принципе, услуга, которую нам подсказали наши пассажиры, наши клиенты. Доставлять посылки железнодорожники соглашались и раньше, но услуга эта была неофициальная и нелегальная. Проводникам, которые помогали с пересылкой, грозило увольнение. Был случай, когда у меня напарница взяла все-таки посылку, а смена была моя, дневная. То есть она работала в ночь, я работал в день. И все, и она как бы погрузила эти посылки. И это заметил вагон ресторана, который находился рядом с нами. И все, и как бы пришли ревизоры. Я как бы попрощался с РЖД. Ну, хотя не брал сам посылку. Впрочем, несмотря на запрет, многим удавалось договориться. Ведь это был самый быстрый способ доставки посылок. Ну, раньше приходилось бегать вдоль поезда, чтобы договориться хоть с кем-то. Причем проводники всегда с этим с неохотой брали, потому что за это их наказывали. Только через каких-то пассажиров. И, в общем-то, всегда был страх, что эта посылка не дойдет. В далеком 99-м году были в командировке на севере. Ну, и то, что иногда машины ломались, надо было запчасти как-то быстрее доставлять. Ну, пришлось через проводников. Работники железной дороги раньше выполняли обязанности не только почтовиков, но и интернета. Тележурналисты из разных городов так, к примеру, обменивались съемками. Отдавали эту кассету, записывали номер водителя. Если давал номер телефона, записывали его. Если нет, то просто госномер. Звонили в редакцию канала, который должен был получить съемки. Говорили, все, встречайте. И люди отсюда бежали на вокзал, встречайте эту вот заветную кассету. Соответственно, перегоном мы всегда не очень радовались. Посылки отправлялись на свой страх и риск. Предприимчивые граждане всегда опасались, что вещи не дойдут до адресата. Но теперь железная дорога обещает следить за передачками. Мы упаковываем ее обязательно. Вот у нас идет пакет, конверт. Это первая упаковка. Она должна быть обязательно. Она упаковывается, заклеивается. Здесь также пишется отправитель-получатель. Все данные, точно так же, как вы мне продиктовали, я записываю. И станция отправления, станция назначения. Искать прибывший поезд получателям не нужно. Забрать посылку можно на вокзале. Пока услугу предлагают на 111 станциях страны. Но скоро их станет больше. Анжела Брик, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.